Здравствуйте! За окнами лучи низкого по осеннему восходящего солнца вот-вот озарят дикий виноград, что у меня по арте плетется. Красиво, но с каждым днем год ярких листьев становится все меньше и меньше, а на улице поутрину прохладно, но сегодня обещают жару плюс двадцать семь. Котеньки уже нагулялись, их сменили собаки, и мне предстоит через некоторое время продолжать свою работу. Тот самый кузов этой телеги просматривается сквозь забор, надеюсь, что сегодня завершу свои труды, и торжественно приглашу Нику и Артема, желательно с прицепом и квадриком, для того, чтобы это все добро перевести на участок Савиного дола. Надо устроить приборочку, а пока эта конструкция находится около моей поленицы, этого сделать нереально. Ну что загадывать, посмотрим, а то ведь еще один палец молотком отшибу, и вообще работать будет невозможно. Казалось бы, такая мелочь, а сколько неудобств выставляет. Что там падает, а? Чего ты свалила? Зачем тебе ароматическая палочка? Пуш, ты какая-то буйная ночь. Нет, нет, это обоняют, а не кусают. Ну, очень хочется. Давайте я другую игрушку предложу, а это мы пока на место положим. Ой, как же она сегодня поутру скакала с бонифацием на липах, что через дорогу находится, но сейчас из нее продолжает сочиться энергия. Ну, иди что ли? Ну, соблазнительно твоя детская игрушка. Кстати, и бонифаций с ней разминался в детстве. Так, есть еще одна желающая. Ну, конечно, конечно. И только Боня, солидно повернувшись на бочок, старается ни на что не реагировать. Ну что, кошки, кто претендует? Никому не хочется? Хочется. Шарик налево, шарик направо. Иди уж на пол, да, то свалишься. Нет, пушонок, ты хоть на фоне плоти и выглядишь, как громадная кошка, но все такое же дитя. Ну, как, поиграла, да и другому. Ладно, хорошо с вами, но надо одеваться, на улицу собираться и, переделав все делишки к хозяйству, браться за инструмент. Дарю праздник. Угу. Ну, ладно уж, как-нибудь без меня управитесь, поделите игрушку. Впрочем, кошки в комнате не засиделись, шуранули за мной. Ну, как же, тут тоже игрушки. Хм, весен хвост, что может быть приятнее? Что такое неспокойное сегодня? Что ты, что пушка, которая только что куда-то опять ушмагнула? Нет, нет, мы никуда не идем. Ну, вы что, девчонки, плюс двадцать семь обещают. А мне, кстати, предстоит еще одна немаловажная обязанность, прежде чем приступить к своим поделкам. Огород надо дополивать. Вчера из внезапного звонка в ники и прогулки с кубиком я выполнила свою функцию лишь частично. И надо снова браться за шланг. Так, калитка открыта. Идите, прогуляйтесь, с Радиком и Азель пообщайтесь. А вот в лес мы сегодня точно не пойдем. Да, вот эту часть своего цветничка я полить не успела. Розвенькую флоксоцепелине листики поникли. И надо напоить свои растения до того момента, пока солнце поднется выше. Иначе вся влага просто-напросто очень быстро испарится. А потому придется с прохладненько водиться и повозиться. А плотя собирается на спортплощадку. Уверена, что в самый интересный момент, как только она займется своими игрушками, внезапно появится пуша. А что до бонифации он дырыхнет. Ему все ни по чем. Однако я ошиблась. Пуша похаживала по полянке около скворечника, откуда еще предстоит ветки убирать. А теперь уставилась на дорогу. Возможно, заметила какую-то крупную дичь. Охотится она тут теперь регулярно. Вероятно, из-за того, что обилие кротов тут объявилось. А плоть, естественно, последовала за мной. Не может ребенок долго сиеть на одном месте. И вот скачет по ямкам. Тут уже явно весело успела покопаться. И играет в комочки земли. Да, той самой земли, в которую сейчас лопату не воткнешь. И потеплиться основу не поставишь. Ну, ничего, все еще впереди. Давайте все раскидаем, разровняем. Ладно, все равно вот еще возится и возится. Ну, а сейчас эдакий полигон для моих хвостатых, которые не устают кого-то тут ловить. Так, очередная мышь? Ну, это явно пуша успела постараться. Опять же, безобидная землеройка. Но главное, объект для охоты. И даже кари. Любопытствует. Кому удалось кого-то заломать? А пуш все так и сидит, наблюдает. Ну, ладно, хорошо с вами. Теплица открыта. И можно отправляться в огород. Все, незавершенный вчера полив наконец-то закончен. И я вновь на своем объекте. Сейчас опять пилить, рубить, скоблить. Ну, надеюсь, этих геребяшек мне теперь хватит. Опять же, пришлось порыскать, поискать. Ну, а со мной целая бригада помогаторов. Вот только одно не устраивает. Кое-кто серенький просочился за ворота. Нет, моя радость. Сегодня все еще выходные. А потому, кари, надо эту красотульку убирать отсюда. В комнатку. Пусть отдохнет немножко. Ну, а то мало ли что. Работать будет неспокойно. Так, глядишь, еще раз по пальцу садану. Уж не знаю, как справлюсь с молотком. Видишь, бы фобия на него не возникла. Но колотить сегодня придется много. Так, Луть, ну-ка иди сюда. Кис-кис. Лутик, иди ко мне. Кис-кис. Нет, куда там? Столько всего интересного. Листики падают. Все равно. Надо маленькую бандитку отлавливать и убирать в дом. Ну что, пришлось сдаваться. Пойдем, малыш. Одиннадцатый час. Собаки обтягкали первую пропалившую по городской дороге. По городской, по деревенской машину. А я только что вбила последний гвоздь. Можно Ирину Александровну поздравить. Ой, все получилось скорейненько, коряйненько. В стиле ретро, скажем так. Вот интересно, эта конструкция развалится при транспортировке, а ли как? Ну, вообще-то я старалась. Вроде не скрипит. К обном не ходит. Да, Радик, да. Только не надо это все охраплять. Я, конечно, понимаю, что оборта новых судов бьют бутылки шампанского. Но мне же, волотая жидкость, здесь совершенно не нужна. Вообще-то прав. Надо поскорее убирать инструмент, пока ты на радостях мне не помог. Ну что ж. Да-да. Безнадежная из-за те хоть чем-то новичка. Последний штрих. Да-да, шкурочка. Пройтись. Лень тащить болгарку. Я вручную. Да, мои хорошие. Все. Инструмент отправляется в мастерскую, а я оттуда шкурку тащу. Ну, а потом надо пойти будет к трассе дзен закачать, где я теперь всю информацию из телеграмм выкладываю и свои ролики с ютуба. А потом книги отправляться. Пущай, заказ оценит. Любопытно, что она скажет. Да брела до конец. До савейного дола. Идем посмотреть орхидеи. Как знал, что не пустая вернешься. Интересно. Это прям прям как-то было очень сложно. Слушай, какой запах, когда заходишь. Это вот тебе пахнут. Как они красиво существуют. Пахнут вот это вот Леодора, это Боль Валентины и Бронзовая Будда. Так. А вот это, стало быть, все новенькое. Ну, я еще почти не листовала. А это такая же, как у тебя уже есть, синяя, да? Они разных цветов все. Вот этот с имбидиум мне его Зибо подарила. Шикарень. Да. А это то, что я очень хотела. Это сорт сапфир. Это фаленопсис. У меня он, в принципе, есть нецветущий. У меня тоже у Зибо были, они такие классные. И вот это вот. Это единственный фаленопсис, который я приобрела. Ну, ну, интересно, когда ты все это распакуешь. Нет, все краше и краше. А там какая шикарная вещь. Какая она-то белая? Да. А, у нее все цветки разные. Цветает. Она из-за жары такая кривая. Ну, поздравляю. Ладно, пойдем. Принимай работу. Издалека она, конечно, душительно смотрится. Слушай, высокая такая. 50 сантиметров, 55 косые. Хватило бы в два раза низу. Тыквы будут тяжело забрасывать. Ну, смотри, предполагается, что елка будет сидеть на бортике, а тыквы будут внизу. И в итоге в один кадр ничего не влезет. Как она прикольная. О, тяжелая. Вот и я про то же. Елка сухая, но все же. И надо бы сегодня все это убрать, потому что это все надо убирать. Кто-нибудь окурок бросит, и могут быть большие неприятности. Но только вы сразу-то ведь ее не сможете поставить. Почему? А потому что вам надо там вместо фанеры доски класть. Фанера вся расслоится и будет безобразной. А потом, после этого, только можно ее поставить, толком ее красить. Так, а что мешает? Потом ее снять и положить. Да, в принципе, ничего не мешает. И придумать, как сажать елку. Артем сюда ехать собирался? Ну, я ему намекнула, что хорошо бы это все вывезти. Мы поговорили относительно прицепа. И он что-то квадрик заводил, возможно, сейчас попеет. Тебе эти стружки нужны? Да, да, под деревьями. Но они вперемешку с листьями все будут. Мне надо поскорее от всего этого избавиться. Ну, надо с тачкой приехать, кстати. Я тебе могу в этот мешок. Да, что я, сразу с тачкой. Ну, давай так. И вот, подъехал по рецепту. Интересно, помесься, не помесься? Вообще должно. Ну что, втроем и дружно. И как? Взялись. И все идеально вписалось. Какие мы сильные. Так, ну вы на телегу-то сами забросите. Без меня? Ну, давайте. В добрый путь. А я пошла в мастерскую. Веся. Да я Веське. Давайте, счастливенько. Уф, госприемка прошла успешно. Ника сама все это соберет. Нет, я, пожалуй, все-таки грабельками все это в кучу сгребу. Ну, уж больно мне это глаз режет. Это анти-снотария. А венство. Автолавка останавливается. Поэтому надо сейчас быстренько хотя бы частично прибраться. Незаметно пролетело несколько часов. Ну, само собой, приборка закончена. Солнце поднимается все выше. И на деревне распростерся зной. Сегодня никто не помышляет о Покосе. Некоторое количество машин уже вот было в Москву. Это те, кому подальше. А проживающие в Вязьме, вероятно, еще задержатся на своих огородах. Хотя сейчас и поливать-то смысла нет. Солнце моментально иссушает влагу. Легкий ветерок тому способствует. Да, когда ветрено, то, естественно, вся вода... Ну, вот сегодня тут я поливала. Как бы испаряется. Причем достаточно скоро. Ну, а что до меня. Так я после часа блогера, когда пришлось замонтировать и просматривать очередной ролик, затаилась в прохладной еще мастерской. Но выходить на солнце сейчас, дей богу, не хочется. А виноградик мыредит. И скоро листиков не останется вообще малыш. О, да! Он облетает этот самый виноградный феерический огонь. И остаются только черные ягодки. Сколько же их в этом году? Ведь каждый может породить очередное растение. Эх, все хорошо, жалко только есть нельзя. А так бы было вообще здорово. Что бы я винограда и забыла, что у меня произрастает около ручья, то там всего лишь пара гроздей. Но они еще не доспели. И боюсь, что грозды успеют первыми. Но у меня, как всегда, творческий беспорядок, если это можно так мягко назвать. И хорошенечко поработав киянкой и стамеской, я пришла к выводу, что сейчас, как бы это ни было неприятно, придется браться за болгарку. Впрочем, вечером, как обычно, можно будет принять душ. И что любопытно, вот это вот блюдо будет с подобными автографами от червячков. Естественно, не такими рельефными после грубой шлифовки. Но по-любому они останутся. Но зато здесь краски обещают быть достаточно яркими. Ну ладно, как обычно, отшлифуем, уберем все лишнее с наружной стороны и посмотрим, сколько можно из внутренней затем убрать с тем, чтобы появилась выемка, которая сделает это самое блюдо достаточно функциональным. Ладно. Достаю удлинитель, тащу болгарку и приступаю. Да уж, давненько мне не приходилось так много времени проводить в своей уличной мастерской. Благо, что она у меня все-таки есть. Солнце за то время, которое я здесь провела, как-то незаметно прокралось ко мне за спиной, наскочило с тылу. Ох, припекало. И летело столбом. Нет, все-таки это здорово, что вот эта вот мысль сначала наружную поверхность обрабатывать возникает, потому что сейчас, я уверена, углубление окажется куда более мелким. Ну, сколько пыльно мело. И так, и сяк, и этак. И центровку нормальную придать. Вот. Хоть какие-то цвета появились. Некоторые каверны от жучков так и остались. Ник от них в восторге. Утверждают, что это этакий автограф природы. Но, Лути, я все-таки постаралась эти автографы в какой-то мере устранить. Поставила лишь те, которые все иначе испортят, если от них избавляться. Уж больно тонкие слои у самой интересной древесины. Ну, в конце концов, тут можно что-то будет еще доработать и гравером, и шкуркой вручную. Ну, что ж, можно наконец-то возвращаться в благостную тень в мастерской и хоть немножко еще успеть поупражняться перед польем. Посмотрим, что я там успею сделать. Ну, а пока, как обычно. Ай, инструмент собирать, все эти напластования убирать и все-таки ненадолго оказаться в тени. Господи, какое же это благо сегодня. Солнце полит неимоверно. Да, обещанные 27 градусов стоялись. И пора бы уже куда-то от них спрятаться. Продолжила работу и на какой-то момент выглянула из мастерской. Увидела картинку маслом. Так. Обнимаю, что начинается. Да? Ха-ха-ха-ха. Плути. Само очарование. Нет-нет. Мне тебе долго ласкать не удашься. Работа кипит. Так что возвращайся к Виське под бочок и радуйся тому, что у тебя есть такая замечательная подруга. Где-то трактор зарыкатал. А со стенами моей мастерской время от времени проезжают машины, возвращаюсь в город. Мне откровенно жаль людей, которым приходится из деревни уезжать. Что там за работа затей лес и кто поехал, я не знаю. для меня собственно и не того. Гораздо интереснее сейчас заняться тем, что я делаю. Любопытно, каких результатов достигну. Ну, а эта парочка продолжит проводить время в холле и неге. Да, играть, скакать и двигаться в такую погоду это не так уж и интересно. куда приятнее поваляться. У вас вышлость, на легком ветерке. Эх, Лучка, как же я рада, что здесь осталось. Уж не знаю, что там с остальными котятами. Не было информации никакой в последние дни. но возможно им и хорошо. Да вот только такую деревенскую приводи вряд ли бы кто на что променял. Хорошо, что они не успели привыкнуть к этому месту. Иначе бы, наверное, тосковали. Нет, набегалась, можешь возвращаться. А я слегка пройдусь. Пока я сидела в мастерской и продолжала делом заниматься, и услышала, что трактор, который не так давно зафарчал за забором, продолжает крутиться где-то на одном месте. Так, весенок, а что бы это значило? Нет, я не любопытна. А, я любознательна. Ух ты! Покос. Покос в жаркий полдень. Ну, точно. Бальдемар за рулем. Ха! Дело в том, что этот участок принадлежит девушке, ну, как девушке, женщине, которая проживает не здесь, но местная селянка. И она пока не решается его продавать. Ника ее неоднократно об этом просила. Уж больно хотелось бы вот этот участок, так, чтобы вся рощица, вихчат, который принадлежит целиному долгу стало наше. Да и здесь бы появились красивые деревья и клумбы. Ай, пока это все в загоне. Но потом, как я крайне прислышала, попросила Володю покосить, ну, естественно, таким образом вознаградив, как я понимаю, потому что весной-то ведь весенний пол возможен. Ну, а раз дама не собирается ничего предпринимать, надо хотя бы что-то предпринять, чтобы безопасить свои строения, на которые ушло столько средств и сил. Эх, молодец! Выходной день, уже почти его окончание, а он все же сел за трактор. нравится наблюдать за тем, как работает тяжелая техника. И вот так несколько заездов и сорная трава и полынь, когда здесь было картофельное поле, ложатся грудами и все это пересохнет за зиму. Затем рассеется и почву удобрит. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Конечно, здорово было бы, если бы ники и тем этот участок достался. В общем, бы этого хотелось. Ну, что ж, надо просто какое-то время подождать. Не думаю, что здесь кто-то будет возводить строение или еще чем-то подобным заниматься. Впрочем, увидим, впереди у нас еще масса времени для того, чтобы узнать, что станется дальше. Ну, все, пожилых хватит на сегодня. пора приводить себя в порядок, готовить ужин, выливать. То есть, делать все то, что я вчера успела лишь частично, потому что планы несколько поменялись из-за того, что ситуация так сложилась. что ж, кое-что удалось сделать. А сейчас все это добро затащить в комнату и завтра поутру, ну, как говорится, утро вечер мудренее, посмотреть, карандашком подправить, то, что еще можно было бы убрать для того, чтобы форму улучшить. в порчике процесс, засасывающая рутина, ну, как рутина, интересное занятие. Мне оно очень нравится, как и погода, которая сейчас стоит. Однако, для того, чтобы дальше все цвело и плодоносило, предстоит предпринять некоторые усилия. Солнышко скоро сядет и после душа наверняка займусь поливом. Ну, что ж, здоровья и удачи, хорошего времягровождения и творческих успехов, как всегда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин